мы не можем с тобой не обсудить вот этот вот вот эту рокировку до очередную или скажем так сделку по ухода болотова прихода у берникова вот это вот или наоборот ухода ухода берникова и прихода болотова да совершенно верно что это для тебя как ты видишь вот эту комбинацию как ты и вообще оцениваю что это такое я не оцениваю как закономерное и уже практически фактически завершившиеся процесс который был в общем понятен не во всех деталях но был в общем-то понятен еще летом прошлого года когда начались выборы в городскую думу вот когда выборы прошли с тем результатом которым которым они прошли в принципе не стало уже все ясно значит у берникова на тот момент я считаю мое мнение я его высказывал в том числе и берниковской команде что у них есть один только шанс сохранить своего своего шефа на этом посту значит это добиться через конституционный суд отмены областного закона о назначении о назначении мэра выбор порядке выборов мэра и вернуться к всенародному голосованию всенародным выбором мэра и тогда вот на осень прошлого года по состоянии на осень прошлого года у берникова был достаточно реальный я считаю что давай тогда немножко уточним вот мне кажется начало краха берниковской команды это было вот момент когда прошел этот знаменитый митинг в мае если ты помнишь который проходил по по инициативе десантников по моему когда берников попытался так очень привлечь публику где мы были на этом митинге но почему-то он не захотел форсировать обстоятельства ситуацию он не захотел и форсировать хотя мне кажется у него на тот момент были возможности я бы так сказать точку бифуркации поставил в другом вот собственно вот все пять лет что берников был мэром вот у него постоянная кадровая вот такая шла чахарда одни приходят другие уходят я не скажу что те уж что там руслан ким значит там когда его выперли я не скажу что руслан ким там он белый пушистый у него там скелета в шкафах достаточно но руслан ким по крайней мере он меняем он с головой парень он может быть и не вполне там это самый безупречный но в меняемый парень он по крайней мере знал чуть знает что делать на этом месте значит маргарита ли значит которая тоже она к ней претензий я знаю очень многих людей очень много но она знала свое дело она знала свою полянку работы и она на этой полянке в общем-то четко выстраивала все эти самые вот ира леньшина она я считаю лучшим руководителем пресс-службы в иркутской области уже много много лет все что про нее можно сказать пусть пусть скажет но она умеет вести вот эту вот работу информационную а ты хочешь сказать что проблема бердникова это проблема его команды и не умение выстраивать или это там именно действие он совершенно не команды человек он не умеет работать в команде или не хочет или и вообще не работает что скорее всего у меня и по той информации которые у меня есть он практически с командой не работал и там ушел такой вот этот самый хаотичный такой в этот процесс вот и когда ушли ким ли леньшин это много там еще еще много я уже тогда сказал когда ушла ира леньшина я сказал все бердников себе вырыл яму которая даже не покрыта камышом все для меня этот . и стала вот это потом это все шло уже по нарастающим я еще раз возвращаюсь убер никого был шанс как бы одну обнулить вернуть сделать выйти на второй круг через всенародные выводы у электората он достаточно популярен да так вот и он мог бы в этом смысле он стратил я называю да то есть не использовал реальную возможно да 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 вот тем более что у оппозиции нет раскрученного кандидата на сегодняшний день его можно раскрутить конечно подготовить но на это тоже надо время вот если бы бердников сделал такой ход конем и значит выдвинулся на всенародные выборы он бы их выиграл вот только с этим надо было не тянуть а спешить сейчас они время упустили конституционный суд работает не быстро и поэтому значит все время упущено давай теперь вернемся к вчерашнему событию вот в моем представлении это сделка трехсторонняя сделка и она подходит к завершающему этапу последний этап не завершён а кто эти три стороны одна сторона это конечно в рио кобзев вторая сторона это пердников и третья сторона это конечно же битара такая трехсторонняя сделка я ее вижу в таком формате осталось сделать последний шаг это назначить болотова видимо сначала замом мэра потом видимо сеть менеджером я не знаю как это будет реализовано на практике но практически то что раньше называли мэрболи был это последний завершающий вот согласен ли ты с такой оценкой этой сделки это трехсторонняя сделка и в каждой сделке всегда есть кто-то кто скорее победил а кто-то скорее проиграл то есть если в твоем представлении сторона которая что-то проиграла первая оговорка не в каждой сделке есть проигравший победитель это по-разному вот данные данные вот вот эта вот ситуация ну и можно рассматривать как трехстороннюю потому что три участника как бы три заинтересованных треугольная да 33 заинтересованных стран но они не равноценны конечно они не равноценны и я считаю что здесь дирижером все это сделки назовем пусть это будет сделка дирижером все это сделки был именно битар да видимо для был именно битаров который значит определил позиции двух остальных сторон вот то есть у кубзева надо понимать кто такой игорь иванович кубзев на сегодня вот человек который не имеет ни малейшего опыта руководства не муниципальным не региональным хозяйством он пожарник скажем так да он занимался там тушение пожаров он занимался очень специфической важной но специфической а ты считаешь это что недостаток я тебе сразу же возражу а что у медведева был какой-то колоссальный опыт управления вообще правительством российской федерации этот например персонаж ну да они никто не имеет опыта никто я с этим спорить не буду я с этим спорить не буду и в общем то это правда медведев прежде чем возглавить правительство он рулил администрации президента то есть какой-то опыт он уже получил но собственно говоря я и не вижу каких-то усилий медведева например не видел когда он был премьером какие-то усилий медведева по управлению правительством вот честно говоря правительство российской федерации это сообщество корпорации которые это действует достаточно в данном ты как раз говорит или деловых качествах или или говорит о его а в отсутствии каковы вот поэтому значит я я о чем говорю что вот усилий медведева по как бы заслуг медведева положительными и отрицательном смысле на него там принято было тому медведев такой такой сякой хотя сейчас говорят что вы еще будете вспоминать медведева с ностальгии вот но я считаю и не то и не то что медведев он выполнял роль такого свадебного генерала скорее вот правительство минфин тяну в свою сторону минобороны стулья будет опозит председатель фунта так точно так точно это очень традиционная для россии фигура и так давай вернемся все-таки к этой треугольной сделки кто ты считаешь да никто не проиграл да я до кончу да я начал я начала до кончу значит в принципе эта сделка продвигалась систематически последовательно без каких-то особых таких временных без шума и пыли очень очень логично очень успешно мне понравилось как они можно сказать играючи победили на выборах в сентябре вот значит как там некоторые значит там наезжает на вот-вот город ну после вот вот этот созыв думы вот там ружников значит он там не понимает туда-сюда ерунда все он понимает и очень он очень четко ведет работу городской думы очень вежливо и умело ставить на место и прокурора значит и администрацию вот и значит тут то есть тут последовательно четко отработанная просто я вижу режиссера я вижу значит вот эту фюрер-режиссу я я понимаю что очень четко проработано все было сделано без шума пыли без скандала то есть продиктовать перефразировать станиславского ты веришь да я верю да я верю потому что я вижу я во первых я знаю этих людей там я ну я знаю режиссера я знаю там да вот я вижу как они делают это все прозрачно очень прозрачно а вот значит что делать в этой ситуации кубе у кубева очень как говорится положение хуже губернаторского старинная такой высказывает он приехал в рио не зная региона совершенно не имея здесь никого никаких связей ничего не по ним не имея понятия о том что это такое извините воронежская область и иркутская область это две разные страны две большие разницы две разные страны два разных полушария значит он приехал сюда ему узнать его поставили в рио с перспективой что большая вероятность что его выдвинут уже и в действующий губернатор вот он поддержка администрации президента да конечно хорошо но как мы знаем поддержка администрации президента в общем не гарантия не победа не успеха в текущей работе ничего это вообще ничего не гарант это просто обозначение такой жилык что ты имеешь шанс мы тебе даем значит возможность но дальше зависит от многого в том числе и от тебя не только от тебя но и в том числе и он вынужден прислушиваться к центрам силы здесь то есть он вписался в готовый формат вот это разумеется а здесь жизнь идет до него и без него все это началось до Кобзева и началось без Кобзева он пришел вот в этот процесс который уже идет который уже был близок к завершению он пришел сюда вот что он должен делать объявить войну Бетарову и строитель а у него есть ресурсы для такого их быть не может что он пойдет в следственный комитет значит во-первых следственный комитет ему не подчинен третья сторона это собственно сам бердинг виновник торжества он проиграл и я думаю что он и сам это вот сейчас встала проблема как бы соскочить с этого поезда и не переломать себе руки ну я как понимаю что за эти пять лет команда не может быть не сам бердникова команда бердникова кто бы они там ни были ушедшие или действующие они очень много кому оттоптали мозоли и очень многих возможно есть намерение с ними поквитаться ну тем более что мы опять вспоминаем банда рвутся к власти нужен бассейн который нужно наполнять была такая задача и любой на их месте действовал бы точно так же все детали я не знаю кто там на кого насколько обижен может быть просто может быть просто значит команда победителей скажет ушли и слава богу а может быть и нет а может быть кому-то захочется то что команда победителя тоже не монолит такой орленок орленок да там тоже люди с разными с разными интонациями значит с разными вот симпатиями антипатиями поэтому сделано все идеальным так сказать образом оптимальным оптимальным образом значит бердникова увели и уводят, его убирают с центра внимания, его убирают с глаз подальше, с глаз долу и сердца вон. Его отправляют утрясать последствия катастроф, которые, в принципе, уже давно утрясены без него и до него. Но, тем не менее, есть задание, все. Он поехал в Тулун, или он останется в Иркутске, он будет заниматься Тулуном, значит, он в Иркутске маячить не будет, на Иркутской площадке, пусть даже находясь здесь, он все равно будет заниматься Тулуном и лесными пожарами в Казачьей-Скалинском районе, например. Здесь он маячить не будет и раздражать не будет никого. Все нормально, все, как бы, овцы сыты, волки целы. Команда строителей взяла Иркутск, значит, Бердников, значит, выведен более или менее, может быть, его вполне безопасное поле, где он гарантирован. Он сохранил лицо? Он сохранил лицо, он сохранил, может быть, не только лицо, может быть, и нервы, другие части тела и души, скажем так. Вот, Кобзев в этом смысле, значит, ну, Кобзев, я не думаю, что это его идея, честно. Я скорее допущу, например, что это идея Дорофеева. Он, Дорофеев, все-таки, он не первый день здесь. Он имеет представление, опыт определенный, и не такой уж плохой. Вот, возможно, не исключаю, что это идея Дорофеева или кого-то из ему подобных, значит, все, вот и вот брек разошлись по углам, все. И Кобзев, или команда Кобзева, значит, согласившись с позицией, с интересами тех, кто взял Иркутск, они, вот они-то сохранили лицо, они сохранили лицо и сделали такой аванс, что мы готовы, два куб, мы готовы, значит, с вами считаться, мы готовы идти вам на встречу, мы готовы считаться с вашими интересами и содействовать им. Вот, а вы, значит, ну, такое аванс ожидания, что ли, а вы нам помогите, когда в сентябре будет решаться наша судьба. Вот, в таком формате я эту сделку понимаю. Да, конечно. То есть здесь нету жестких каких-то вот, что кто-то кому-то обязан, но авансы сделаны, все стороны сделали авансы. Как дальше еще пойдет, там еще много будет обстоятельств, но такой аванс сделан. Поэтому, значит, я считаю, что тем самым, значит, команда строителей поставила точку, в принципе уже точку, ну так, двоеточие, перед окончательным шагом приходит Болотов, значит, утверждается главой города в каком-то формате, не знаю, каком, сити-менеджер, мэр, там, городоначальник, городничий. Значит, сохранен Бердников с таким счастьем и на свободе, и Кобзев сделал аванс на губернаторские выборы, попросив поддержки у победителей. Последний вопрос, самый смешной. А вообще избиратели-то, граждане-то города Иркутска, они от такой сделки, как ты думаешь, они-то что получили? Ничего. 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 Я вот... Ну или отсутствие войны. Отсутствие войны, хотя это не плюс, может быть война, вот в данном случае война, как говорят слова Меамото Мусаси, война есть мать созидания и эти скульптуры. Не всегда такая вот война, она во вред гражданам, иногда на пользу. Здесь можно сказать, вот как, когда Наполеон Бонапарт после переворота 18-го Брумера писал Конституцию, Новую Французскую Республику, ну сначала там писали другие, потом их всех разогнал, стал писать сам. Собственно, комиссия под его руководством маленькая. Он сказал, пишите коротко и неясно. И когда Конституцию зачитывали, тогда не было радио и интернета, значит, Конституцию зачитывали на площадях со свитка, два парижанина стоят, друг на друга смотрят. Так что же дает Конституция? Я ничего не понял. А я все понял. И что же дает Конституция? Она дает Бонапарта. Так, а эта история имеет преломление к Иркутску? Разумеется. Да, разумеется. То есть, что дает, вот эта история, это значит, что дает это самое. Народу, ну что дает, парижанам она дает Бонапарта. Нужен Бонапарт парижанам, не нужен Бонапарт парижанам, они сами не знают. Нужен там, какое отношение к Иркутску, к 600 тысячам или к миллиону иркутян, имеет вот эта вот история, значит, вот эта вот рокировка, хаотичное смещение, там падение и смещение фигур, скорее всего, никакого. Вот. Это игры центров силы. На жизнь Иркутяна это не влияет примерно совершенно никак. Давай теперь перейдем к этой второй теме, которая у нас образовалась после 10 марта. Это такой большой слон, что я даже не знаю, с какой стороны к нему подступиться. Все эти поправки, обнуление сроков Путина и предстоящие голосования, которые не укладываются ни в какие нормы избирательного законодательства. Я даже не знаю, с какой темы тут лучше начать. Вот для тебя, наверное, важна какая-то одна тема, например, госсовет. А весь интернет и все соцсети и все ютюбы трясет вот это вот обнуление. То есть там демократы кричат в караул, все пропало, демократия умерла у нас, всему пришел конец. Вот давай мы уточним, с какой темы мы все-таки начнем с тобой. Ну, для меня, я бы, например, сделал такой очень краткий пробежку по всей этой теме. А потом вернемся к двум локальным вещам, госсовет и обнуление. Первое. По-моему, ты говорил, или кто-то, где-то я слышал, Навальный, что Алексей Навальный сказал, что в принципе, для того состава по праву в Конституцию, который предлагается, всенародное голосование не требуется по закону. Тем более, что понятия всенародного голосования нет. Это такое, новодел, скажем так. Да ведь? Не совсем так. Есть референдум, который прописан, да? Да, не совсем так. Значит, всенародное голосование упоминается в главе 9 статье 135, части 3, действующей с 93-го года Конституции. Другой вопрос, что порядок, режим порядок проведения туда-сюда, условия всенародного голосования не прописаны никаким законом. Оно упоминается в действующей Конституции, в действовавшей до сих пор Конституции, но не расшифровано. Само понятие всенародное голосование так и написано, именно такими словами. Вот. Другой вопрос, что всенародное голосование объявляется только при внесении паралок в главу первую, это основу федерального строя, главу вторую, это базовые права человека и гражданина, и главу девятую, порядок изменения Конституции. В предложенных правках не затрагивается ни первая, ни вторая, ни девятая главы Конституции. То есть, согласно этому, по действовавшей до сих пор Конституции, всенародное голосование не требуется и эти правки могут быть вполне приняты двумя третями региональных ЗАГСобраний. Давай уточним. Тогда, по-видимому, Путин захотел дать народу дополнительную опцию. Вот мы это рассматриваем как что? Можно сказать, то есть, по одной версии, это ненужная итерация, операция, она не нужна, ну, то есть, необходимости в ней нету. Но Путин решил дать возможность народу, дескать, ребята, а вот если вы против, так вы давайте и скажите. Я бы по-другому это оценил. Ну, давай это чуть попозже. Давай, попозже. Вернемся. Значит, все, вот то, что мы говорим, права, там, демократия умерла или демократия не умерла. Ну, то, что права и свободы человека и гражданина, которые были по Конституции в 93-м году, ничего там, ни одной запятой не меняется. Основы федерального конституционного строя, они остаются неприкосновенными. Остается, право на самоопределение остается. Значит, федеральная, Российская федерация, как союз 85 государств равноправных судов, федерации, остается. Очень много кричали о приоритете международного права туда-сюда. Значит, там было несколько версий. Поначалу вообще туда ничего не вносилось. Но сейчас, как я понимаю, внесено такое уточнение, что значит, положение международного договора могут быть отменены, если они противоречат Конституции. Что это значит? То есть положение международного договора все равно остается частью правовой системы Российской Федерации, как и было. Но они все равно приоритетны перед национальным законодательством, как и было. Но если положение международного договора противоречит Конституции не российскому законодательству, а Конституции и только Конституции, то Конституционный суд может их отменить. Вот в такой формулировке сделано. То есть, например, кто-то президент субтитры. Ты тут опасности никакой не усматриваешь. То есть здесь я проблемы никакой не вижу. Собственно говоря, это и прежде действовало в отношении решений суда по правам человека и СПЧ. Это действовало. И раньше Верховный суд и Конституционный суд могли это дело как-то притормозить или скорректировать. По крайней мере. То есть здесь никаких особых новаций нет. Все инновации, которые существуют, которые вообще все, которые внесены в Конституцию, кроме двух моментов, которые мы отложим на попозже, это Госсовет и обнуление. Это например установлено, что президентом, губернатором или каким-то чиновником не может быть человек, имеющий иностранное гражданство или имевший его прежде. Это внесено во много статей прокурору, генеральному прокурору, суде, еще кому-то депутату. Депутату Госдумы в том числе. Замечательно. Иностранного гражданства нельзя. Все понятно. Я не вижу в этом проблемы. Это правильно. Я не вижу в этом проблемы. Это может быть правильно, это может быть неправильно, но я проблемы особой в этом не вижу. В некоторых странах это тоже так же сделано. Например, в Соединенных Штатах вообще надо родиться на территории Соединенных Штатов. Даже если ты трижды гражданин Соединенных Штатов, но если ты родился в заграничном посольстве, то ты не будешь президентом. Поэтому здесь я особую проблему не вижу. Это такое решение, которое ни на что не влияет, кроме конкретной судьбы конкретного какого-то человека. судьбы Внесено совершенно безумное положение о социальных поправках, что там минимальный размер оплаты труда туда-сюда. Это не конституционная норма. Конституцию вносить как минимум просто глупо. Это должно решаться в текущем порядке федеральными или региональными законами. Это не конституционное значение. Сегундочку. Как ты считаешь норма, что пенсионерам нужно индексировать его пенсию, которая теперь записана в конституции, а ведь там же не сказано, что только лишь не работающим пенсионерам нужно индексировать вообще пенсионерам. То есть можно предположить, что теперь работающие пенсионеры напишут в конституционных суд и скажут, нам должны индексировать? Индексируйте. Может быть, вполне может быть. Вот, правда, размер индексации не указан, он может быть 0,001 миллионная процента, например. Все равно прииндексировал. Была у вас пенсия 10 тысяч, вам добавили одну копейку. Ну, я думаю, что... Нет, ну, это, это, это анекдот, конечно. Водность государства так, так, так беззастенчиво и нагло не будет распространяться. Водность Ну, ладно, это, это все, это так, в порядке смеха. Вот. В принципе, нарисовать деньги можно. Мы знаем, как это делается, это не проблема. Все равно у нас пенсии платят не долларами, рублями, а... Ну, в конце концов, можно нарисовать проценты публяции, которые будут... Да, 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 конечно, конечно. То есть, вариантов тут очень много. Вот. То есть, на самом деле, вот все эти поправки в Конституции многочисленные. Достаточно многочисленные. Я посмотрел тут. Много. Действительно много. Но они все вот такие вот однообразные и ни о чем. Они ни о чем. Вот. Вот. То есть, получается, во-первых, значит, поправки ни о чем. Во-вторых, значит, вот вся вот эта вот шумиха и, как бы, это самое... Кипиш? Кипиш, да. Кипиш. Вот его по-другому не назовешь. Значит, он излишний совершенно. Не требуется всенародного голосования. Вот по этому блоку поправок всенародного голосования не требуется. Это вполне вот на уровне региональных парламентов. Это все вполне решается без... Ну, вполне в рамках действующего закона. Вот. Два остается момента, которое имеет значение. Вот. Я... Я бы, например, все-таки более важным... Не более шумным. Более шумным это вопрос об обнулении. Ага. Вот. Вот. В принципе, ну... Я в этом обнулении вообще ничего не вижу. Честно. Даже так. Даже так. Вообще ничего не вижу. Да, как вариант, не исключено и, в принципе, вероятно, что, да, вот, примут обнуление, значит, назначат новые выборы Госдумы, назначат новые выборы президента, и президентом выдвинется опять тот же самый В.В. Путин и победит на этих выборах. И что дальше? С точки зрения... Вот. С точки зрения... Конституции он... Даже если мы вспомним решение Конституционного суда 98-го года, которое было уже на эту тему, эта ситуация невозможна. То есть КС 98-го года сказал четко. Не бывает. Нельзя. Только два срока все. КС 98-го года сказал, что... Он сказал для той ситуации 98-го года. Сейчас ситуация другая. Сейчас... В 98-м году не принимали по праву в Конституцию. Нельзя. Ты стал адвокатом Кремля? Нет. Я просто адвокатом. Я за закон, а вы... Так, ученый... Нарушение закона ты здесь не видишь? Да. Я здесь не вижу нарушение закона. Значит, во-первых, у нас непрецедентное право. Так. Вот. То есть что хочу, то и врачу. Не что хочу, а в рамках закона, в каждой ситуации, в рамках закона, ситуация рассматривается заново. Ссылка на прежний закон, она может быть важна с точки зрения, как бы, правовой базы данных, судебной практики, но не как прецедент, как, например, в британском праве, не как прецедент обязательного доисполнения. То есть Конституция у нас резиновая? Нет. Конституция та же самая. Конституция здесь не меняется. Если они вносят эту поправку в Конституцию, то Конституция не меняется. Они вносят эту поправку. Причем эта поправка ни в первую, ни во вторую, ни в девятую главу, она не затрагивает прав человека, она не затрагивает федерального конституционного устройства, Она не затрагивает порядка изменения Конституции, она вносится, это 81-я статья, это в середине. Если они вносят эту правку, то он вполне по закону. Они это депутаты государства. Они это депутаты государства. То есть они имеют право воротить, что хотят? Разумеется. Потому что народ им делегировал это право? Нет. А как? На каком основании? На основании своего статуса. Не потому что народ не может делегировать им никакого права. Но они делегаты фактически. Они не делегаты, а депутаты. Это две большие разницы. Народ им делегировал право, что ли, от его имени принимать законы, например. Народ выбрал их депутатами, даже не спрашивая, что они там будут воротить. Но в силу своего избрания депутатами у нас нет императивного избирательного права. У нас оно освобожденное избирательное право. То есть за человека голосует, он становится президентом, он становится депутатом. И он делает то, что считает нужным. Не от имени народа, а от имени себя, как избранного представителя власти. Если бы каждый депутат делал только то, что ему делегировали, в принципе, наверное, это возможно. Но для этого он должен опросить всех своих избирателей. Вася, ты за меня голосуешь, что ты от меня хочешь? Ну, схема обычно такая работает. Человек, кандидат на какую-то позицию, на какую-то должность, он провозглашает некую программу своих действий. Что он будет делать, в этом случае его изберут. Вот, например, Трамп, он сказал, я займусь переводом промышленности, промышленных объектов с Юго-Азии в США. Он провозгласил этот тезис, это положение. И под это положение люди отдали ему голоса. И он после этого занимается методично этим вопросом. Лучше или хуже, это второй вопрос. Но, тем не менее, они там, что я так считаю, что избранный, он обязан реализовывать ту программу, с которой он шел и с которой он победил. Ну, во-первых, если переходить к Трампу, ни одного предприятия из Юго-Восточной Азии он не перевел и не переведет. И даже не пытался переводить. Потому что переводить нечего. Нет ни одного предприятия, которое бы переехало из Соединенных Штатов в Юго-Восточную Азию. Насколько мне помнится, он собрал деятелей автомобильной промышленности и сказал, если вы в Мексике будете размещать свое производство, извольте-ка, ребята, размещать их в Штатах. Потому что нам нужны рабочие места. По-моему, это было. Хотя я не очень большой специалист по автомобильной промышленности в США. Ну, если даже такое было. Во-первых, я себе не представляю, как это президент США может собрать у себя руководителя автомобильной промышленности. А тогда зачем нужен избирателю, если промышленность США, если работяги загибаются и умирают? А какое до этого собачье дело президенту? А зачем он тогда вообще нужен? Это хороший вопрос. Это хороший воссовский вопрос. У меня на него нет ответа. Я так думаю, что это просто слабость людей. Людям хочется, чтобы был какой-нибудь персонаж, которого можно во всем обвинять. Вот только для этого существует президент. Но чтобы хоть один президент смог восстановить промышленность или развить промышленность, или сделать лучше промышленность, такого история человечества не знает. Мы сейчас с тобой уходим в тему, а как они думают? Да, это другая тема. А как избиратели думают? Как избиратели думают, это другой вопрос. Как оно есть на самом деле, это отдельная тема. Как избиратели думают? А избиратели думают, что вот есть президент Российской Федерации, и он за нас за все ответит. Мы сами себе задницу вытирать не будем, а это будет делать президент Российской Федерации. Если у нас задница грязная, то виноват в этом он. Я огрубляю, утрирую, значит, там, гротеск, там, и так далее. Но в принципе это так. Вот президент Российской Федерации. Вот теперь он у нас сидит 20 лет. Ну, там, с небольшим перерывом, 20 лет вот он у нас сидит. С одной стороны, я их понимаю, потому что у меня у самого такое эстетическое, вот эстетическое в основном такое, вот он достал. Этот актер уже надоел. Вот он уже плохо играет. Он уже играет неубедительно, он уже играет не смешно. 20 лет назад он мог еще выдать такие первые, типа она утонула, или, там, это самое, там, мочить в сортире, значит. А сейчас я иногда пытаюсь слушать или читать то, что он говорит. Вот это вот словоплетение такое вот много-много-много и ни о чем совершенно. Это скучно. И в этом смысле я избирателя понимаю, хотя я не голосую на президентских выборах, потому что я проголосовал когда-то против поста президента вообще. На президентских выборах я не голосую принципиально. Но вот с точки зрения эстетического восприятия... Ну, то есть, тема обнуления сроков тебя не интересует по эстетическим критериям? Нет, меня не устраивает этот персонаж по эстетическим критериям. Тема обнуления срока, она меня не то, что... Я считаю ее вообще ничтожной. Вообще ничтожной, она ничего не значит. Потому что, как я говорю, вот Песков, этот самый глава пресс-службы президента, как-то сказал, Россия это Путин. Это Володин сказал. А, Володин сказал. Виноват, Володин сказал. Россия это Путин. Нет, не будет Путина, не будет России. Не будет Путина, не будет России. И в этом смысле, хотя, может быть, не в такой прямой зависимости, он совершенно прав. Это такой случай, когда они не соврали. Путин это Россия, Россия это Путин. Фамилия Путина может быть разной. Фамилия Путина может быть Зюганов. Фамилия Путина может быть Грудини. Фамилия Путина может быть Жириновский. Фамилия Путина может быть Навальный. Фамилия Путина может быть... У нас когда-то фамилия Путина в нашей истории была Годунов или Романов, или Джугашвили, Сталин, или Ульянов, Ленин. Но все равно это Путин. Вот эта фигура, она пришла к России, к российской государственной системе. Ее не оторвешь. Это вот царь-государь или там что-то такое, где даже не так важно, насколько этот царь-государь сам по себе имеет реальную власть. Он есть. Он есть, к нему все привыкли, что вот он есть, он за нас, царь-батюшка, за нас за все отвечает, он нас, это самое, сирых и убогих, значит, ведет куда-то. Ну ты хочешь сказать, что упоминание о сроках вообще не нужная норма Конституции? Она не нужна, она не имеет смысла. Она не имеет смысла. Понятно, что, значит, по идее в Конституции, значит, ну, наверное, надо, значит, там это расписать, но, в принципе, это не так важно, это не так существенно. Американцы первыми ввели себе такую поправку, вот, причем ввели достаточно поздно, через полтора-ста лет своего существования, вот. Раньше, прежде, у них была традиция, что два срока просидел, на третий не выдвигайся. И эту традицию обычно соблюдали, она была неписанная традиция. Франклин Даллана Розвельт эту традицию нарушил. Он два срока отсидел, вышел на третий, выиграл, потом вышел на четвертый, опять выиграл, но, правда, помер после этого, быстро. И поэтому потом они, ну, надо понимать тоже, это надо смотреть на конкретику Соединенных Штатов. После войны, после смерти Розвельта, у него всегда было очень много противников, лично у него, у его команды, у его, значит, курса. И после войны против него в Конгрессе начали целый букет расследований по Перл-Харбору, по финансовой реформе, по новому курсу, по тому, по тому, по пятому, по десятому, там семь или восемь тем расследований. И под это дело, значит, внесли поправку в Конституции, в том числе его обвинили в экзурпации власти, значит, внесли поправку в Конституцию, значит, что не больше двух сроков. Это конкретика, да? Ну, твоя позиция примерно понятна, а у меня-то, знаешь, к демократии немножко другая претензия есть. Вот, поскольку, ну, давай вот вспомним, как мы относились к демократии, там, в конце 80-х, в начале 90-х, когда мы с упоедением воспринимали все эти новые положения. Говори за себя. Говори за себя. Ну, мне кажется, что, ну, хорошо, давай я сейчас поясню, что я имею в виду, а потом ты либо согласишься, либо меня опровернуешь. То есть на тот момент, в конце 80-х, 89-е, 90-е, мы исходили из того, что, когда нам подсовывают начальников, да, а кто подсовывал? А КПСС, да, подсовывал. Либо они там в политбюро соберутся и скажут, а теперь вот этот будет генеральный секретарь. Либо, значит, нам подсовывали депутатов районных советов, опять же, они пользовались этой же 6-й статьей Конституции, по-моему, что они руководящие, направляющие, мы лучше вас знаем, кто у вас должен быть депутат. И они нам навязывали, и тогда, ну, во всяком случае, я, вот, у меня была такая идея, что, ну, вот, если бы людям дали возможность, всем людям дали возможность выбирать себе депутатов, например, да, но тогда выбор был бы гораздо лучше. Вот у меня тогда было такое понимание, что, ну, все, конечно, никогда не участвуют, ну, процентов 15 людей никогда не участвуют ни в каких выборах, это я уже по опыту своему знаю, да, но если у 85% есть возможность выбрать, то тот, кого они выберут, он точно будет лучше, чем если вот ограниченная кучка людей внутри КПСС нам подсунет какого-то кота в мешке. То есть, вот, в большинстве есть понимание, кто самый лучший начальник. Большинство, то есть, народ не ошибается, да, ну, есть же такая вот мем такой, или такая вот фишка, что, ну, народ-то же не может ошибиться. Ну, как это то, что целые люди, что ли, могут ошибиться? Вот. А потом произошел 93-й год. Как ты помнишь, были выборы депутатов Госдумы декабрьские. Я в них не участвовал. Ну, я просто тебе напоминаю, как это было. И было там с помпой по телевидению, вот сейчас у нас начинается новый политический год, а ЦИК там отсчитывает, отсчитывает, это был декабрьский. Да. И они все ждали, ну, вот, конечно же, выбор России, он будет самый-самый, ну, потому что они же все прогрессивные, они такие, там, демократы такие. И вдруг побеждает Жирев. И все в шоке. И выходит. Россия, как ты думаешь? Россия, ты сошла с ума. Россия, ты сошла с ума. Это сказал Иван Кевелиди, лидер партии, в которой тогда я состоял. Вот, ты сошла с ума. И это был шок. Не для всех. Ну, во всяком случае, для ведущих этой политической программы телевидения. Потому что она как-то так быстро закрылась сразу же, спустя там полчаса или час, когда они поняли. И тогда у меня появилась мысль, а как они вообще думают эти ребята? Кто они? Избиратели. Речь идет об избирателе. О том самом большинстве, которые как раз кидают бюллетень в дырочку. Как они думают? И чем дальше были другие выборы, другие выборы. И вот этот вот вопрос, он ставал все больше и сильнее и в полный рост. И после середины девяностых появилось такое направление в социологии, такое качественное исследование. Это называется метод фокус-группы или такое проективная технология, когда из человека вытаскивают его мнение в ситуации, когда он не хочет его говорить. Всего разных причин. А во-вторых, он даже не может его точно сформулировать, а его нужно вынуть это мнение. Таким образом, что человек это тюбик, из него надо выдавить, но он не должен почувствовать давление, что из него вынимают. Вот этот вот такой метод. И вот давай я тебе сейчас проиллюстрирую на своем примере, что я имею в виду. Мы все учились в школе, да? Давай предположим, что мы с тобой учимся в 10 классе. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Да, вот 10 класс. И нам нужно выбрать старосту класса. Ну, всегда же староста класса был, да? И вот есть у нас несколько кандидатов, несколько мальчиков или девочек, которые говорят, вот выберите меня старосту класса. Есть, например, один кандидат, такой умненький, отличный, который говорит, ребята, нам надо выбрать такого старосту, который, значит, подтянет всех. Мы будем учиться, мы будем там олимпиады выигрывать, у нас будет самый лучший там средний какой-нибудь балл по району или по всей школе, да? Ну, нам придется пахать, давайте мы на время забудем про всякие там катки, про всякие, значит, какие-нибудь увеселительные там кинотеатры походы туда. Мы будем работать, потому что нам нужна там типа карьера какая-то. И вот, значит, он с такой программой выступил. И выступает какой-нибудь другой мальчик, который говорит, ребята, я считаю, что если вы меня выберете, я такой произведу переворот в школе, я родительский комитет поставлю, там ученики должны командовать, а не родители. Что такое родители? Это уже старье, это уже отмирающий класс, а я добьюсь, что родители будут нам выдавать деньги, девочкам будут выдавать деньги на сигареты, потому что все девочки курят, это факт. А мальчикам будут, родители будут выдавать деньги на презервативы, потому что девочки у нас очень фертильные и хорошие. Вот такую я проведу революцию. И появится какой-нибудь третий кандидат, который скажет, ребята, да не надо вот это нам запариваться, да зачем-то. Ну, учимся и учимся, и как-нибудь учимся. Будем почаще ходить на каток, будем ездить там на какой-нибудь пленэр и будем отдыхать. Вопрос, за кого проголосует этот класс, с учетом того, что у отличников в моем классе было три человека, и я в том числе. То есть, у этих трех человек, наверное, будет три голоса у этого кандидата. Вот таких вот гопников, которые предлагают провести переворот, да, в моем классе их было два таких гопника. И они, наверное, друг за друга бы проголосовали. А основная масса, так называемая болота, это троечники и четверочники. И они будут голосовать вот за этого, за третьего. Потому что он им ближе, когда они выбирают, человек выбирает всегда того, кто ему ближе по тому, как он устроен внутри себя. Но, все-таки демократия, это позорная, конечно, система в моем понимании, но у нее есть три плюса важных. Первый плюс, эта система дрессирует людей на то, чтобы они спустя 300 лет или 500 лет уже наконец-то поняли, что вы будете жить так, как у кого вы выбираете. Это дрессировка. Человек, это животное, реагирует на боль. Пусть человек уберет кого-то, какого-нибудь урода, почувствует эту боль. Второй плюс, это сменяемость. Все-таки человек, он склонен хапнуть, но если он знает, что он будет сменен и будет разоблачен, он будет хапать усиленно. Это будет какое-то ограничение. Наверное, он все равно будет хапнуть, но хотя бы есть возможность или рычаг взять его за одно место. Во всем остальном, демократия, это плохо. И третий важный момент, все остальные системы еще хуже. Как говорил сэр Леонардо Черчилл, демократия мерзкая штука, но все остальные еще хуже. И он совершенно прав. В этом отношении. Он совершенно прав. В развитии этого мема, этого тезиса, тут можно вспомнить Джона Лока. Это XVII век. Это то же самое Англия, еще Англия, не Британия. Который считает основоположником европейского либерализма. Который говорил, что не важно происхождение власти. Не важно происхождение власти. Важны границы власти. Выбираем мы короля. Или король. Образцом демократии вообще в международном, в мировом политическом словаре считается все-таки не Соединенные Штаты, а Великобританское королевство. Вот там главу государства не выбирают вообще. И там действующая глава государства, Елизавета Егоровна Виндзорская, Елизавета II, она сидит с 1952 года. Но они к этому пришли методом отрубания голов их предшественников. Да, но голову они отрубили всего одну. В Российской империи цари убивали табакерками, шарфами. Вот тоже и там, и там, то есть очень много. Ножами резали, значит, и там и расстреливали там из подручного оружия. То есть под частью цареубийства Россия впереди планеты всей. Она как раз. Вот. То есть британское королевство, там Елизавета Егоровна сидит уже 68 лет. Ну скоро помрет, наверное, все-таки земля ей будет пухом. Я ее глубоко уважаю. Она очень умная такая вот. Очень хорошо выкручивается. Вот. Но сменяемости там как бы нет. Да. Вот. То есть здесь, говоря о выборе, говоря о выборе, это очень сложная категория. Это очень сложная категория. Это очень сложная категория. Все-таки, да, я закончу мысль. Да. Потому что я ее не дозвершил. Да, да. В моем представлении демократия это все же ширма. Это просто ширма. Она должна быть, вот понимаешь, ширма важна, когда к гинекологу приходит дамочка. И, ну, не надо вот, чтобы вот все со стороны смотрели там, какие нужно с дамочкой гинеколог должен провести манипуляции по поводу там ее плода или там какой-нибудь болезни. Да. Это такая ширма. Но все серьезные вещи, они должны происходить за ширмой, в моем понимании, потому что давать вот это вот все народу на откуп, это очень чревато, по-моему. Но об этом никто никогда не будет говорить прямо, явно. Ну, на самом деле, народу на откуп дается постоянно. Всегда вылезает какой-то компромат, слухи, домыслы. Но народ не хочет брать. Да. Вот. Берет, народ с удовольствием это берет и с удовольствием обсуждает личную жизнь принца Чарльза, или там личную жизнь премьера Медведева, или личную жизнь, там сколько у Путина особняков в Испании, значит. Народ это очень любит. Но на тему подглянуть скважину. Народ это крайне любит. В любой стране мира, в Америке, в Британии, в Японии, в России, неважно. Тут совершенно нету каких-то национальных предпочтений. Речь о выборе. Вот. Первое. Выбор. А из кого мы выбираем? Или кто является субъектом выдвижения? Да, субъектом выдвижения. И откуда берутся объекты выдвижения? Ну, наверное, субъект-то он уже и придумывает, где взять объект. Да, да, да. То есть, откуда берутся те, за кого мы голосуем. Так, давай все же мы с тобой вернем к теме Госсовета. Мы как-то упустили совершенно этот, видимо, важный орган. Значит, вот во всей этой конституционной клоунаде, скажем так, я считаю, что это самый, пожалуй, важный пункт. Возможно, он единственное имеющее значение. Значит, в Госсовет появляется некий орган власти, предполагается, что это орган власти, который… А что такое Госсовет? А что он вообще… Без функционала. Вот. У него не прописано ничего. То есть, появляется Госсовет, который является органом верховной федеральной власти, и функции которого… Вот если функции президента, полномочия президента, они в Конституции прописаны. Да? Полномочия, значит, государственной думы, полномочия местного самоуправления, они прописаны в Конституции. Более или менее рамочно, где-то вообще по пунктикам, где-то это… На полномочия Госсовета они прописаны вообще. То есть… Это орган на вырост, как ты думаешь? Да. Это орган на вырост… Или на случай чрезвычайной ситуации. Это вообще… Это орган на вырост, это орган на случай чрезвычайной ситуации. Или есть пожар, чтобы можно было сбежать. Да. Это орган для того… Пожарный орган для того, чтобы сбежать. Это орган возможного захвата власти и, значит, государственного переворота. Это что угодно. Это что угодно. Это такой вот кот в мешке, такой, значит, черный ящик, это такой вот непонятный предмет, значит, то ли там бомба термоядерная, то ли там кошечка, значит, с бантиком на шее, то ли там… И вообще никто не понимает. Давай я выскажу гипотезу. Мне кажется, что вот эта тема госсовета с неопределенными пока что функциями, она хорошо корреспондируется с темой Совета Федерации и с темой пожизненных сенаторов, которых туда можно впихивать, да? То есть, для чего это? Версия, это гипотеза, предположение. Значит, у Путина есть замечательные друзья, он очень любит своих друзей, ну, товарищ хороший, да? Вот. Он уйдет, а у кого-нибудь могут возникнуть вопросы, а тем более могут их заходить, посадить. А вот если их сделать, например, сенаторами пожизненными или членами госсовета… С иммунитетом, с пожизненным. Конечно. Причем, подкрепленным Конституцией. Вот этот иммунитет подкрепленный. То есть, для того, чтобы их посадить, уже нужно будет нарушать Конституцию. А это не так долго. Не так-то просто, да. Могут не понять. Мировое сообщество, скажет. Ну, и мировое сообщество, и местные, значит, какие-то суды. Как версия, как версия, это вполне годится. Вот. И даже я вот где-то солидарен с Валерием Ильичем Соловьем, который еще когда месяц назад, там или больше, говорил, что вся вот эта вот лабуда, она затеяна для того, чтобы… Это, вернее, не затеяна для того, она идет в рамках предстоящего ухода Путина с просто президента куда-то. Ну, понятно. Да. Может быть, он уйдет в представитель Госсовета. Может, он уйдет в рядовые сенаторы, например, в Госсовет, пожизненное мощь и хранилище. Вот, например, Госсовет – это мощь и хранилище, значит, куда уходят люди, отсидевшие какие-то важные государственные посты, значит, и они уходят туда, чтобы их больше уже там не тревожили, и они там будут сидеть там, пить чай с коньячком. Их никто не будет трогать, они будут там прожигать остаток жизни, например. Возможная версия? Возможная. Почему бы нет? То есть, такой, как бы, страховочный кокон, где он будет, и к нему глупых вопросов задавать никто не будет. Вот. Возможно это? Возможно. Вот. В принципе, оно возможно и потому, возможно и потому, что вообще для вот запасы власти, для накачивания централизма, как мы знаем, мы вот проговаривали уже, как у нас централизм последний, вот эта вот жесткая вертикаль власти, которая не продохнуть, не пернуть, как говорится, она складывалась. Она складывалась в рамках действовавшей Конституции 1993 года. И она совершенно не мешала, не мешала выстраивать там федеральную налоговую службу, систему казначейств, назначаемость губернаторов там и так далее, назначаемость мэров. То есть, в прежней Конституции это все вполне легко проходило. И менять Конституцию для того, чтобы и дальше продолжать закручивать эти гайки, ну нет никакой нужды. Да. Но власти нужен бункер. Но власти нужен бункер, чтобы спрятаться туда и чтобы после смены караула, чтобы никто не пришел и не сказал, а так, а теперь ответьте-ка нам на неприятные вопросы. Вот, как-то сохраниться. Например, ну, например, вот была такая, как бы сценарий такой гипотетический сценарий. Все, значит, Путин уходит, уезжает к себе в Торевьеха, Андалузия, Испанское королевство, значит, и там на своем особняке доживает осадок жизни. Этот адрес сейчас назван для примера? Для примера, да. Но, тот, кто придет после него, какая-то корпорирующая фирма, значит, скажет, а вот во всем виноват наш предшественник, значит, что он там такой-сякой, пятый-десятый, а ну-ка, значит, генпро... Объявившись обстоятельством. Да, по вновь вскрывшимся обстоятельствам генеральный прокурор Российской Федерации новый, значит, подает, обращается к испанскому королевству, скажет, выдайте-ка нам этого самого сюда на разборку. Могут выдать, почему нет? Бывало же такое. Конечно. Вот его обозвать, там, коррумпированным, там, этим людоедом... Тем более, если его внешнеполитическая ситуация будет способствовать... Да, например, мало ли что. И прикрыться... Ну, Борису Николаевичу Ельцину, значит, сделали иммунитет особому указу президента. Повторить это дело... Повторить в том... Когда тот указ 2000-го года... 2000-го уже, да? Да. Указ 2000-го года вышел по иммунитете Ельцину, очень многие ругались, плевались и матерились. Очень многие. Повторить это дело, ну, могут опять начать ругаться и материться, а может быть, еще и больше. Потому что, все-таки, Путин дольше Ельцина просил. Ну, да. И к нему претензий, в общем-то, даже больше уже, наверное, сейчас. Вот. И, вот самое... Я хотел бы, все-таки, это... В завершении. Все же, вот, резюмируя все, что мы сегодня сказали по конституционной теме. Вот. У меня не оставляет меня такое вот ощущение... Что гречку надо запасать. Нет. Нет. Это возможно, но под совершенно другими причинами. К конституции, к Путину, к Госсовету, отношение к обнулению сроков вообще никакого отношения не имеет. Это возможно, но это другие причины, другая природа. Вот. Мне... Вот сложение обстоятельств, которое сейчас идет. Раз. Конституционная... Какая... Беготня. Трескотня. Второе. Резкое падение нефтяных цен. Да. Вот. Сейчас российская нефть Юрлс упала уже ниже 30 долларов. Сейчас не помню, 25 или 27 долларов. То есть она упала уже ниже себестоимости, по сути дела. Ага. Себестоимость добычи 27-30. Ага. В Западной Сибири. Третье. Значит... Третье. Самый всемирный, не всенародный, а всемирный мем, который всем на первых полосах... Коронавирус. Коронавирус. Да. Вот. Я не очень верю в совпадение. Ага. Я не очень верю в совпадение. И я рассматриваю вот эти вот три фактора. Ага. Может быть, а еще другие. Но вот эти три главных фактора, ведущих в информационном поле сегодня в мире, как разновидности штаммы одного и того же информационного вируса. Это информационный вирус. Ага. Коронавирус. Конституция. Значит, там... Вот. И главным побудительным моментом в этом являются именно экономические проблемы. Это мировые проблемы. Ага. Падение цен на нефть касается и Соединенных Штатов, и Саудовской Аравии, и Китая, и Российскую Федерацию, всех-всех-всех. Вот. Потому что это очень радикально меняет весь характер финансового рынка. Вот. Сыплются нефтяные фьючерсы, а значит, сыплются и финансовая система мировая. Субтитры создавал DimaTorzok. И. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok